МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже 21-й по счету. 4 апреля в Чебоксарах стартует традиционный балетный фестиваль. Элита российского биатлона. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с мастерами спорта России международного класса Вячеславом и Татьяной Акимовыми. Они входят в списки лучших биатлонистов страны. И теперь на них равняются юниоры. В Чебоксары после богатого на победы сезона приехали Татьяна и Вячеслав Акимовы. Они встретились с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы. Сегодня же супругов принял глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Нынешний спортивный сезон супруги Акимовы называют насыщенным и успешным. Недавно Вячеслав одержал победу в индивидуальной гонке и спринте на чемпионате по Волжье по биатлону. Татьяна завоевала серебряную медаль на всемирных военных играх, а также золотую и бронзу. На этапе Кубки мира в чешском городе новое место. Я очень много стартов, еще так никогда не бегала. И в физическом плане, быть может, я еще как-то была сильной, но в плане эмоциональном, психологическом, это довольно-таки тяжело такую нагрузку испытывать. По итогам рейтинга Союза биатлонистов страны Татьяна занимает первое место. Спортсмены признаются, что высокие результаты – заслуга тренера. На подготовку своих подопечных Анатолий Акимов тратит много сил. Везде помогает, спонсирует, оплачивает, покупает экипировку, лыж, все, что нужно. Патроны, даже мы винтовку покупали за свой счет, так как нужно лучшее из лучших, немецкое. Сколько с детства он нас, как меня, как свою дочку воспитывал, и столько дел для меня. Я ни в чем никогда не нуждалась, просто у меня были все удобства. И вот просто ему от всей души хочу сказать огромное спасибо за те тренировки, которые он мне. Мы тренировались с детства, мы очень много тренировались с ним. Ваше участие уже в сборной команде Российской Федерации, то, что вы защищаете честь Российской Федерации, она формирует уже общественное мнение, как пропаганда для того, как нужно жить правильно, как нужно вести правильный образ жизни. Власти республики заинтересованы в развитии биатлона. Количество поклонников этого вида спорта в Чувашии растет. 700 миллионов рублей выделяли, к сведению хочу сказать, ни в деньгах не сокращаем эту сумму, это как раз для массового спорта. В этом году в Чебоксарах откроют и современный центр подготовки по биатлону. Введение строй, конечно же, нам позволит собрать всех желающих, заниматься этим видом спорта, позволит и проводить большие мероприятия. Мы увидим, наверное, вас здесь, на нашей базе, где вы будете соревноваться с лучшими спортсменами России. Михаил Васильевич правильно отметил, что мы в этом году хотим заявиться на один из этапов Кубка России среди ветеранов. Ну а в планах Татьяны Акимовой активные тренировки. В следующем году она может войти в состав Олимпийской команды. Сейчас я надеюсь, что я наберу силы и на следующий год уже буду с новыми силами. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Две компетенции и 39 участников. Отборочные соревнования WorldSkills продолжаются. Напомним, они проходят на базе Межрегионального центра компетенций. С какими заданиями справляются участники и как их оценивают эксперты, выясняла наша съемочная группа. Этот лабораторный сосуд называется пипетка мора. Большинство людей этого не знают, но только не они. Участники направления лабораторный химический анализ сосредоточенно выполняют конкурсное задание. Оно не из простых. За три часа необходимо определить титруемую или общую кислотность яблочного сока. Оно включает в себя несколько этапов. Это и взвешивание, и отбор пробы, подготовка оборудования, и тетрование, и обработка результатов, и представление конечного результата. Можно проследить все профессиональные компетенции лаборанта химического анализа. За ходом выполнения задания следят не только эксперты. За стеклом внимательно наблюдают другие участники отборочных. В Чебоксары приехали 24 победителя региональных этапов. Алена Пальмовская представляет Нижний Новгород. Поболеть за других и посмотреть для себя что-то новое, что, как. Задание интересное, оно может показать, кто на что способен. А как ты готовилась? К техникуме. Пробовали методы титрования, определение кислотности. Разработать аппаратное обеспечение, собрать электронный модуль, найти и устранить неисправности. В компетенции электроника соревнуются 15 участников. Один из Татарстана вне конкурса. Задания, которые выполняют участники, они максимально близки к заданиям, которые будут в национальном чемпионате. Поэтому это еще раз говорю, что это процесс подготовки к национальному чемпионату. Но и сложность заданий, она не уступает мировым стартам по WorldSkills. Из химиков выберут восьмерых лучших, из электроников четверых. Они присоединятся к победителям других компетенций и сразятся на национальном чемпионате, который пройдет в Краснодаре уже в мае. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. Волновались перед ответом у доски и переживали за свои оценки. Сегодня лучшие учителя Чбаксар. На базе школы номер 45 прошел конкурс «Учитель года столицы 2017». Их было 27. После двух конкурсов, среди которых был урок, осталось только 12 педагогов. Тем, кто в первом туре смог заинтересовать детей, во втором предстояло угодить комиссии. Ирина Диарова работает по методике так называемого беспереводного метода изучения чувашского языка. Мы все говорим на чувашском, но показываем жестами, мимикой. И дети нас понимают действительно. Я, например, захожу к детям и говорю «Эбе лаях бурнадор, и зирмен ли бурнадор». И дети говорят «Пиди лаях». Учитель технологии 41-й школы отмечает, сейчас ученики должны не просто научиться делать вешалки или любые другие изделия. Они должны понимать, будет ли спрос, окупятся ли труды и материалы, и зачем им, собственно, это нужно в жизни. Сам курс технологии предразумевает в себе развитие творческих способностей учеников, их в условиях рыночной экономики формировать их предпринимательские способности. Ученик сначала выполняет поисковый этап, затем технологический, затем заключительный этап. Он учится проектной деятельности. Из 12 финалистов жюри предстоит выбрать только одного учителя, который будет представлять Чебоксара уже на республиканском конкурсе. Он пройдет с 3 по 29 апреля этого года. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. И как стало известно, победителем конкурса «Учитель года столицы-2017» стала преподаватель русского языка и литературы 46-й Чебоксарской гимназии Диана Харченко. Мошенничество в сводках преступлений по Чувашской республике встречается настолько часто, что стало весьма актуальной проблемой. Решить ее можно только объединив усилия многих сторон, силовиков, органов исполнительной власти, жителей республики. Общественный совет при МВД по Чувашии обсудил общую стратегию борьбы с мошенничеством. МВД по Чувашии Совместные усилия правоохранителей, органов власти, представителей банковской сферы, операторов сотовой связи, интернет-провайдеров в текущем году позволили приостановить рост мошенничества в республике почти на 3%. При том, что в подавляющем большинстве случаев преступники работают из других регионов. 97% массива этих преступлений совершено с территории других регионов. Порядка 70 субъектов Российской Федерации мы охотели своими командировками. Не все у нас получилось, как хотели бы, но, тем не менее, порядка 160 фактов телефонов мошенничества в прошлом году мы в командировках раскрыли. Для координации профилактической деятельности в общественном совете создана рабочая группа. Готовится предложение по изменению законодательства России. В части – взаимодействие правоохранительных органов и финансовых организаций при раскрытии преступлений, устранении условий, способствующих обману граждан. При этом основная задача остается прежней. Первое – ликвидировать ту финансовую неграмотность, которая, к сожалению, сегодня присутствует, независимо от того, какое образование имеет житель республики. Высшее образование, среднее или даже ниже. К сожалению, представители всех слоев населения оказываются часто жертвами таких преступлений. Если вы все же стали жертвой мошеннических действий или заподозрили неладное, звоните по телефону 02 или 112. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. В рамках месячника по борьбе с туберкулезом медики активно занимаются и профилактикой этого серьезного заболевания. В районном республике начал колесить флюорограф. В течение месяца до 24 апреля передвижная установка сделает свои остановки в Новочебокстарске, Лапсарах, Кугесях и Заволжье. В рамках месячника по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка» все желающие смогут пройти бесплатное обследование у специалистов. Подробности об адресах и времени приема можно узнать на сайте республиканского противотуберкулезного диспансера. Вместе с весной в столицу республики пришел и традиционный 21-й международный балетный фестиваль. Он пройдет с 4 по 9 апреля. Нынешний год для коллектива труппы особенный. Со дня создания национального балета прошло 50 лет. Лучшие солисты из Японии, Казахстана, Большого и Мариинского театров представят зрителям полюбившиеся спектакли «Жизель», «Золушка», «Боядерка» и «Спящая красавица». Фестиваль откроется премьерой балета «Жизель». Он привлекает зрителя к совершенствам хореографии, трогательным сюжетам о любви, смерти и проникновенной музыкой. Именно с него в 1967 году началась летопись профессионального балетного искусства в Чувашии. Трудностей мы не боимся и мы уверены, что весь наш коллектив, все наши артисты мобилизуются и максимально постараются исполнить на высоком уровне все эти спектакли. И все эти вечера станут большим праздником для всех, для нас. Копилка благотворительного марафона именем детства во имя детства пополняется. За полтора месяца жители республики собрали около двух миллионов рублей. Среди активных муниципалитетов в Урнарске и Батревске районы благотворительный марафон проводится в республике на протяжении 21 года. Благодаря меценатам помощь получают многодетные и малообеспеченные семьи. В каких программах участвует детский фонд, по какому принципу распределяются собранные средства и как можно стать рыцарем детства в программе по существу с председателем правления фонда Юрием Кисловым сразу после новостей. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Медик – это многопрофильная клиника европейского уровня, доступная каждому. Консультации, диагностика, лечение и хирургия – полный комплекс услуг здесь получают не только взрослые, но и самые маленькие пациенты. Особое внимание стоит уделить хирургическому отделению. Ведь именно в клинике Медик пациент может получить экстренную помощь в день обращения. Оборудование 21 века позволит поставить верный диагноз и провести эффективное лечение в кратчайшие сроки. Специалисты помогут даже в самых деликатных вопросах. В нашей клинике мы проводим диагностику всех урологических заболеваний, в том числе и мочекаменная болезнь, и мужских заболеваний, такие как хронический прототит. К каждому пациенту мы подходим индивидуально, и лечение мы стараемся проводить комплексно. В клинике Медик проводятся операции разной сложности – практологические, урологические, гинекологические, пластические, лор-операции. Одним из самых востребованных направлений является практология. Из-за малоподвижного образа жизни современного человека нередко волнует проблема заболевания прямой кишки. В Медике эффективно и безболезненно избавляются от геморроя всеми имеющимися на сегодняшний день методами лечения на любой стадии заболевания. Для решения подобных проблем здесь созданы самые комфортные условия. Специалисты клиники Медик идут в ногу со временем, в том числе и в лечении варикоза. Оперативное лечение претерпело изменения. Раньше использовали традиционные методы, теперь используют методы лазерной хирургии. Пациент в кратчайшие сроки возвращается к трудоспособности. Минимальные болевые ощущения – все это позволяет лазерная хирургия, лечение варикозной болезни вен нижней конечности. За три года работы клиника Медик вышла далеко за пределы Чувашии. Жители других регионов – частые пациенты. И это не случайно. На сегодняшний день специалисты используют ведущие методы медикаментозного, физиотерапевтического и хирургического лечения. Клиника Медик работает без выходных, без обедов и без очередей.